Уважаемые товарищи, приступаем к рассмотрению второго вопроса. Борьба за заключение и выполнение прогрессивных коллективных договоров. Для доклада приглашается товарищ Золотов Александр Владимирович. Ни за что не пояс. По второму вопросу, кто докладчик? Его фамилия Диктилев. Я не поручил. Да, Николай Павлович, извиняй. Французов Николай Павлович. Какого Николая Павлович хотели? Я, конечно, попался в расход немножко, потому что мне поручили только вчера на конференции, и это нечего вас. Поэтому, вы уж извините, я буду воспользоваться бумажкой, то, что я написал. Без профсоюза и прогрессивного коллективного договора рабочий предоставлен каждый сам себе. И капиталистам очень выгодно, чтобы мы такими и оставались. Рабочих можно заставить бесплатно выполнять работы, не обусловленные трудовым договором. Не оплачивать сверхурочные часы и двойную оплату за работу в выходные дни. Не выдавать спецодежду, там, где положены дополнительные дни к отпуску, не давать. И многое другое. И бороться за свои права рабочему в одиночку очень и очень тяжело. На него просто либо не обратят внимания, либо уволят. И только когда рабочие объединяются в союзы по профессиям, можно добиться многого для улучшения своего положения. Создать профсоюзы проще составление коллективного договора, так как общие интересы объединяют работу. Готовиться к заключению коллективного договора надо задолго до начала переговоров по его заключению. По себе знаю, даже четырех месяцев не хватает. Начинать надо где-то за полгода. Проект коллективного договора, как правило, пишется одним человеком. Потом делается выжимка из него, где выписывают самые важные пункты проекта коллективного договора. И раздаются рабочим для ознакомления. Дописываются предложения, поступающие от рабочих. Далее проект коллективного договора обсуждается на ученом собрании или конференции рабочих, где надо заручиться поддержкой большинства коллектива. Запротоколировать, чтобы было видно, что переговоры ведутся от всего коллектива. Если работодатель не согласен с чем-то в проекте коллективного договора, то пусть знает, что он идет на конфронтацию со всем коллективом. Одновременно надо создать комиссию, как минимум человек, для ведения переговоров с работодателем по заключению переговоров. И только после этого пишется официальное письмо работодателю о начале переговоров по заключению коллективного договора. С обязательным освобождением на время переговоров членов комиссии с оплатой по-среднему на все время переговоров. Но коллективный договор должен быть передовым, чтобы существенно улучшить положение трудящих. А самое главное для рабочих – это повышение заработной платы. Но это и самое больное место для работодателя. Здесь есть два пути. Первое. Опираясь на расчет стоимости рабочей силы профсоюзной организации докеров, механизаторов Санкт-Петербургского торгового порта, что научно подтверждено профессором Нижегородского государственного университета Золотом Александром Владимировичем, что эта стоимость составляет на 2014 год 270 930 рублей на семью из 5 человек, где трое детей и двое работающих родителей. Составить график на 10 лет по ежегодному, постепенному, поэтапному приближению заработной платы в стоимости рабочей силы, включить его в проект коллективных договоров и добиваться его принятия. Второе. На основании статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, где сказано, что это повышение зарплаты работающим обязательно для работодателя. Но вот нормы повышения должны быть прописаны в коллективном договоре, в соглашениях, локальных нормативных актах. И на законном основании в проект коллективного договора надо записать о ежегодном повышении заработной платы на 15-20%, чтобы в коллективный договор, впоследствии поторговавшись, записать как минимум 5%. Я обращаю ваше внимание, это не индексация заработной платы, а реальное повышение, в которое уже вошла индексация. В проекте коллективного договора должны быть прописаны стандартные пункты, дублирующие Трудовый кодекс, такие как рабочее время, время отдыха, охрана труда, социальные гарантии и другие. Для чего это делается? Работодатель легко нарушает Трудовый кодекс. Вот так, как говорил наш бывший начальник, наш директор предприятия, с которым я трижды заключал коллективный договор, если бы я поставил подпись, то я уже не деваться некуда, я обязан выполнять то, что пообещал. Очень важный пункт – сенсуальные гарантии. В него можно многое чего прописать. О единовременных вознаграждениях с юбилейным выходом на пенсию, за выслугу лет Трудового стажа, бесплатных обедов, обеспечении материальной помощи по ритуальным услугам, проведение оплачиваемых предварительных и периодических медицинских услуг. И так же многое другое. Конечно, капиталистам, которые захлебываются от денег, очень невыгодно, чтобы у рабочих был профсоюз и коллективный договор, так как это мешает их обдирать. И что же рабочим, там, где нет профсоюза и коллективных договоров, может помешать добиться улучшения своего положения? Тем более, что это наше право. Как ни странно, это пассивность и какой-то непонятный страх, который является самым большим врагом для рабочих. Только профсоюзы и коллективный договор нас заставят уважать себя. Я вам скажу, что я вот был председателем профсоюзной организации ООО в течение 12 лет. И я понял, что это были мои самые счастливые годы в жизни. Потому что это были годы борьбы. Вступайте, создавайте профсоюз, возглавляйте профсоюз. И вы не пожалеете. Вопросы, товарищи, в докладе? Вообще-то у меня есть несколько. Пожалуйста. Значит, вы не сказали условия, для которых принимается коллективный договор. Потому что на предприятии обычно есть официальный профсоюз, но другой профсоюз. Здесь тоже вот это важная причина. Почему не сказал? Лично нет ни одного профсоюзу. Соручится большинство, мы собрали, где представлены. Если большинство голосует, принимает правильный... Да, еще. Значит, не сказано, что трудовой договор является... Ну, я, может, пропустил, не прав. Что трудовой договор ставится выше трудового кодекса на данном предприятии в данное время. Коллективный договор. Да, коллективный, выше... Конечно. Можно занести туда... Нормы. 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 Да, да, да. Но я и говорю, что туда нужно дополнительно включать социальные гарантии. Там много чего можно включить. Да, да, да. Просто выше даже... Да, да, да. Он для этого создан. Я почему говорю, что надо и непосредственно дублировать трудовой кодекс, но и коллективный договор надо включать. Конечно, он и создан для того, чтобы улучшать положение трудящих. И там уже какие будут предложения. Надо смотреть коллективные договора других предприятий. Выбирать лучшее. Обговаривать с рабочими. Они будут вносить свои предложения. Все это соединяется для улучшения. Безусловно. У меня такой вопрос. Николай Павлович, вот как вы отнесетесь к такому утверждению, согласитесь или нет, что в настоящее время прогрессивным коллективным договором и проектным соответствием может быть только тот, который включает норму о сокращении рабочего дня до 6 часов без приближения заработной платки. Вот вы согласны с этим утверждением или нет? Я согласен. Безусловно согласен. Он как голосовал. Да. Я, в общем-то, опирался на свой опыт, когда у нас не было разговора о снижении сокращения рабочего дня. Но сейчас бы, безусловно, я бы включил. Я вот включил как раз в коллективный договор и обеспечение повышения реального уровня заработной платы. Но, понимаете, там работодатель очень уперся. Это очень сложный, очень тяжелый вопрос. И надо, я понял, что это надо добиваться, скорее всего, всем профсоюзам всей России. Ну, пробить-то собрание, когда идет обсуждение. Вот 11 лет борьбы повысили заработную плату? У нас шла постепенная, у нас было постепенное повышение постоянно заработной платы. Было постоянно. Вы сказали, что нужно там после споров с начальством довести повышение зарплаты до 5%. И в это уже входит индексация. Да, сверхиндексация. А, сверхиндексация. Входит индексация. Сама заработная плата повысится непосредственно вместе с индексацией на 5%. Еще вопрос там, офисим. Ну, вообще, можно статистику какую-нибудь, вы знаете, по победе, по поражению. Я знаю, что у Докера этого добились. Как сейчас у Докера. Сейчас у них тяжелое положение у Докера стало. С профсоюзом. Динобят профсоюз. Ну, пункт в Кулдогу Риме. Понятно, естественно. У авиодиспетчеров это есть. Я знаю, что есть этот пункт. Ну, особенно, конечно, работодатель, он упирается в этом ногам. Насчет этот пункт. Приближение, особенно приближение заработной платы, стоимости рабочей силы. Я этот график вводил в коллективный пункт. Вводил. Ну, прошу. Еще вопрос. Вопрос есть, нет? Уважаемые товарищи, кто еще хотел бы поделиться опытом борьбы за заключение прогрессивных минуаров? Вопрос, на самом деле, актуальный и... Пожалуйста. Я был завершающим голосом, кто-то хочет. Ну, пока не созрели. Пока не созрели. Я был один из тех немногих, кто написал коллективный договор, подготовил его на своем предприятии. К великому сожалению. Вот первый пункт всегда в борьбе за коллективный договор. Первый пункт всегда какой? Дайте коллективный договор, дайте проект. Вот мне интересно, кто из присутствующих подготовил коллективный договор для своего предприятия. Без рыданий, безо всяких ряний. Вот коллективный договор пришел и положил. Что сказал Василий Иванович? Я задал вопрос. Не надо мне отвечать. Василий Иванович, я знаю все. Вот кто еще? Тех нет. Вот. Вот два человека, три человека, все. А, ну да, четыре. Вот на страну четыре человека, но я не имею в виду догера. Понимаете? Вопрос о безопасности. Вот безопасность профсоюзных организаций, тут был задан вопрос. А безопасность профсоюзных организаций начинается с их жизнедеятельности. Когда приходит, значит, три человека организовали профсоюз и идут в администрацию и говорят, мы профсоюз. И что, только по-нашему. Их и нету. Почему? А потому что они пришли не туда. Что значит создать профсоюзные организации? Создал профсоюзные организации. Первое, что надо сделать, надо заявиться коллективу. Каким образом? Правильно, коллективный договор. Ребята, мы вот зачем пришли. Мы вот зачем организовались. Давайте. Поддерживайте, не поддерживайте. Давайте разбираться, давайте работать. И вот когда организация поддержит коллектив, тогда иди в администрацию и смело, никто тебя не тронет. Побояться, потому что у тебя в коллективе есть вес. Вот уютно себя чувствует лидер профсоюзной организации той, которая боеспособна и организована. А когда у тебя за спиной ничего нет, извини меня, страшно, где бы ее взять еще? Сожрут только так. Вот. Поэтому борьба за прогрессивный коллективный договор начинается с коллективного договора. Надо написать коллективный договор и внедрять его в коллектив, в разум работников. Значит, мой личный отдых. Коллективный договор я написал за два месяца. И полтора года втолковывал людям смысл этого коллективного договора. По пунктам. Очень серьезный вопрос. Люди просто не воспринимают поначалу. Что значит увеличивать там заработную плату в 2020 году? График. И ты кто тебе даст? Ребята, давайте спросим. Может и дадут. Вы спрашивали? Нет. Давайте. Месяца через три начинает понимать. Самое такое серьезное. Я здесь говорил неоднократно. Значит. Во-первых. Так, сбился я немножко. Вот. Что надо, чтобы проект коллективного договора, который мы подготовили, принял профсоюзный комитет. Вот самая большая драка у нас была в профсоюзном комитете. Потому что там представители и рабочих, и нерабочих. Вот когда профсоюзный комитет понял смысл этого коллективного договора и требования, которые там заложены, тогда уже в коллективе стало гораздо легче работать. Знаете, что самое главное. А с администрацией там уже проще разговаривать, тогда коллектив единый. С администрацией гораздо проще, чем внутри профсоюзного комитета. А про доверенности. Ну? Про доверенности. Ну, подожди, подожди. Я это... Это человеческий вопрос. Очень важный момент. Тоже здесь неоднократно звучало. Что вот у нас организация маленькая. И поэтому вот они нас там это затактывают. Значит. Есть такой способ. И применялся неоднократно в практике. Что организация получает доверенность от рабочих, от работников. Значит. На ведение переговоров по коллективному договору. Если вы набираете больше 50% от населения предприятия этих доверенностей. Все. Никаких вопросов. Там профсоюзная организация становится второй. Мы первые. Поэтому вот сам коллективный договор. Распространение его в коллективах. Доведение людей. Очень важно для того, чтобы его, во-первых, принять, предъявить, послужение в комиссии. И очень важно, чтобы при работе комиссии коллектив поддерживал вас, как заявители, проекта коллективного договора. Очень, очень важный момент. И тогда профсоюзная организация будет находиться в безопасности. И профсоюзные лидеры тоже. Вот очень такой вот. Ну пока все, что я хотел бы сказать. Уважаемый товарищ. Кто еще хотел бы поделиться? Уважаемый товарищ, кто еще хотел бы поделиться? Уважаемый товарищ. Это вам место надо акцентировать. Полдоговор должен быть не только прогрессивным, но и надежным. Это значит, что он должен быть не только наступательным, но и оборонительным. А мы в реальности находимся все-таки в ситуации, когда мы обороняемся. Мы находимся в такой ситуации, когда трудовое законодательство ежедневно меняется. И не в пользу работников. В одни ворота. Значит, и поэтому очень важно закреплять действующее положение трудового законодательства в коллективном договоре. Чтобы на завтра не оказаться их лишенными. Причем в последнее время работодатели это хорошо просекли. И они противятся в дублированном положении трудового законодательства в коллективном договоре. Но это надо делать. Надо добиваться и... Значит, они где-то там хотят пенсионный возраст. Но он пока такой. Значит, его надо закрепить и в колдоговоре. И так далее, и тому подобное. Вот сейчас положится эта ситуация с вредными условиями труда меняется. Все надо, значит, заранее. Пусть полдоговора будет толстым и длинным, но, значит, надежным. Вот. Этот момент, мне кажется, в практическом плане очень важный. Ну, и второй момент, который мне хочется отметить. Вот есть такое, как бы, желание, даже в наших кругах иногда, оно пробегает. Значит, делать колдоговор сепаратным. Только для членов своего профсоюза. Значит, мы боремся, мы добились себе таких-то прав. А вот кто не боролся в наших рядах, те, значит, пусть не получат. Это, значит, положение совершенно неприемлемое. И оно к борьбе рабочего класса никакого отношения не имеет. Значит, кто так поступает, тот вообще-то враг рабочего класса. Значит, и есть, там, я не знаю, как-то, рекомендация международной организации труда на этот счет. И так далее. И мы должны понимать, что, значит, если мы добились, мы добились для всех работников в своем предприятии. Это не значит, что мы, как бы, поощряем их бездействие. Нет. В следующий раз может наоборот получиться. Вот эти два момента, мне кажется, важны. Я бы только не совсем понял, в коллективный договор пенсионный возраст прописывает этот... А почему-то нет. Ну, и что? Пока в трудовом лету такой граффы... Хорошо, появится, допустим, на пенсию мужчина 65 лет. И чем спасет коллективный договор? Ничего не спасет. Ну, это вы так считаете, что не спасет. Это вот, это все... Это все равно... Кто пенсию-то платить будет? Да. Так, пенсия и трудовой... Ну, ладно, насчет пенсии, ладно, бог с ним. Ну, есть, вот, по вредным условиям, значит, действующие нормы, где-то надо продублировать. Ну, это да. Их могут отменить, допустим. Ну, а в полу-туре, если есть, к действующим, то они продолжают действовать. Они продолжат действовать. И в классе буквальные... Вот они тоже есть. Вопросы есть. Лех, вопрос есть. Уточнить позже. Значит, вот сохранить действующие нормы, конечно, без ссылки, да, на документы. Почему? Нет. Со ссылкой? Нет, ну, как, значит, ну, просто... Нет, одно дело вы скажете, сообразно статьи. Нет, нет, это как, буквально, переписать... Ну, не ссылаясь на документы. Не ссылаясь на документы. А иначе отменят норму, и тогда это будет, если тоже. Просто буквально переписать с трудового кодекса. А вот, ну, вот, нам приходится... Это по второму моменту. Вот нам приходится, значит, быть с профсоюзом, с большим, отраслевым. Значит, и они вот этим моментом, значит, пиво только для членов профсоюза, очень активно пользуются. Это во вред. Яковлев Владимир Владимирович, город Дверь. Предприятие по уборке города, в принципе, с автохозяйственным. Я бы хотел бы сказать о том, как я понимаю слово прогрессивный в коллективном договоре. Вот для меня слово прогрессивный, это участие, это когда коллективный договор привлекает коллектив к производственной деятельности, к участию в производстве. Вот у нас, я помню, как ты на эту тему говорил, мне сразу сказали, Вадим Владимирович, не будьте наивными, вы никогда не возьмете выручку в предприятии под контроль. Это все будет запрещено и вашими соглашениями личными при нами на работу, ну и так далее в таком духе. Я могу сказать, давайте на простом примере, маленькая транспортная компания, допустим, по уборке мусора. Какая-то может быть коммерческая тайна. Кто выводит мусор? Бухгалтерия? Нет. Рабочий. Каждый рабочий знает, сколько он кубов мусора выводит. Тариф тоже не секрет. Они принимаются региональной комиссией. Пожалуйста, выручка известна. Надо ли бороться исключительно за индексацию заработной платы, там, допустим, на пару процентов выше, чем инфляция. Я так думаю, что нужно бороться за увеличение доли заработной платы в добавленной стоимости. Тогда он будет прогрессивным. И если мы будем привязывать еще заработную плату к какой-то доле в добавленной стоимости, вот это как раз будет воспитывать и экономическое самосознание работникам. А мы знаем, что если у рабочих не будет экономического образования, неформального, а действительно, у нас никогда рабочие не смогут управлять производством. Сначала экономическое образование на основании его политического. Потому что когда мы начинаем ощущать того, что экономической борьбы недостаточно, ощущать мы сможем только тогда, когда мы понимаем экономические термины, когда мы ими легко оперируем. Только после этого может рождаться политическая борьба экономикой. Я вот прикидывал по поводу... Немножко вернуться к первому пункту нашего всего семинара о сокращении. Вот что такое сокращение до шести часов? Два часа от восьми это двадцать пять процентов. Двадцать пять процентов. Ведь могут рабочие... Ну мы знаем, что сейчас уровень менеджмента очень низкий. Особенно в малом бизнесе уровень менеджмента очень низкий. И сами рабочие могут повысить производительность труда просто своими грамотными действиями. Своими личными и взаимодействием между подразделениями. Можно ту же самую выручку сделать. Ту же самую выручку обеспечить предприятию за шесть часов. Я знаю, что зачастую, особенно... Ну таких предприятий, как и наши... Восьмичасовой рабочий день. Люди работают, ну фактически шесть. Где-то какая-то несогласованность, служб, еще что-то. Ведь можно... Вот если у нас премия будет привязана к экономическим показателям, то можно вообще ничего не потерять, написав заявление, прошу работать... Прошу сократить мой рабочий день на два часа. Вот все написали, прошу сократить рабочий день на два часа. Хочу работать шесть часов. Если грамотно работать, и премия будет... Ну а сейчас как премия начисляется? За хорошее поведение. Вот ты ничего не сломалось, вот тебе такая премия плюс 10% к окладу. Что там еще может быть? Вот что-то там еще подделал такой, за кого-то... На, тебе еще 15%... Какой-то там твой смежник вышел из строя, по какой-то причине заболел, например. Ты из него работу выполнил, тебе, пожалуйста, еще 30%. Итого набегает там... Может там до 100% набегать. Здесь вот надо еще проанализировать, правильно говорили товарищи, что надо рассматривать конкретное предприятие. А сейчас многие профсоюзы боятся за то, чтобы премия была... Ну, не составляла больше, скажем, на 50% от общей суммы заработной платы. Вот понятен посыл, что... Ну, нехорошо, когда у тебя гарантированный оклад 10 тысяч, а вторые 10 тысяч на усмотрение руководителя понравился ты ему. Он тебе заплатил 10 тысяч, не понравился, он тебе не заплатил. Да, в этом есть опасность. Но в то же время, значительная доля премии, она может, если она будет привязана к экономическим показателям, она может полностью восполнить заработную плату, перейдя на 5-часовой рабочий день. Я себе могу представить ситуацию, когда весь коллектив одноразово, одномоментно написал заявление. Прошу, в связи там... По семейному обстоятельству, в связи с прохождением какого-то обучения. Вот все одномоментно написали. Прошу, сократить свой рабочий день до 6 часов. И может так случиться, что никто в затвате не потеряет. Если будет правильно прописано положение, опримировано. И вот это, наверное, главное, что я хотел сказать. У меня еще были мысли по поводу увеличения производительности труда. То, что мы, сократив рабочий день и рабочую неделю, тем самым вынудим собственника предприятия к увеличению производительности труда, что-то очень сомнительное. Очень я в этом сомневаюсь. Увеличение производительности через приобретение нового оборудования. Здесь надо считать инвестиции, как они будут быстро покупаться. Я думаю, что собственник будет... Я не знаю, на фоне растущего рынка, на фоне растущего сбыта, я думаю, что легко будет собственнику пойти на обновление основных фондов своих. Но при стагнации, я не знаю, может заставить именно только силовая акция. Это забастовочная деятельность. Без забастовочной деятельности ничего не подвинется. Только вот если растущий рынок. Все. Могу проявить. Да. Вот вы говорили насчет заявления от коллектива о сокращении рабочего дня на 2 часа. Я считаю, что это вполне реально, возможно. Но только лишь по воюзному согласию. Если же с этим согласится работодатель, если он не согласен, никакого сокращения не будет. Понимаешь, по-моему, самому. Вот, а по поводу... Сейчас вот Алексей, айтишник, мне не подтвердит. Сейчас, знаете, все шагнуло настолько далеко, особенно айти-сфера. Сейчас рабочему не проблема купить смартфон. Не проблема. Пишутся приложения. Я могу так сказать, что несмотря ни на какие личные заявления о коммерческой тайне, все работники, собрав информацию с своего рабочего места, могут вполне полную модель предприятия выставить. Взять автотранспорт. Что мы водим, мы знаем. Тарифы мы знаем. Каждый водитель ездит на заправку. Он знает, сколько он заправляется. По крайней мере, постоянные, вернее сказать, переменные и здешние. Легко считается. Постоянные, да, там... Ну, опять же, даже постоянные, которые действительные, а не какие-то там липовые, действительные постоянные звершки, тоже можно посчитать. Я хочу сказать, что при достаточно экономической грамотности можно создать модель предприятия, на котором ты работаешь, и привязывать премию к экономическим показателям. И говорить о повышении заработной плате, извиняюсь, повторяюсь, может быть, не на 100%. Ведь здесь надо тоже быть честными. Мы готовы брать риски потери денег, так же, как предприниматель, который нам давит работу. Наверное, мы скажем, нет, пускай он риски берет сам на себя все, а нам, пускай, зарплату повышает. Наверное, это не совсем честно в отношении предпринимателей. Поэтому я говорю, что когда надо привязывать премию к финансовым результатам предприятия, это должно быть не на 100%, потому что может так и получиться, что по независимым от менеджмента факторам, ну, рынок в этой области просил, что мы-то без оплаты, что мы останемся совсем. Нет. Но какую-то комбинацию здесь надо искать. Конкретно к каким экономическим показателям предлагаете? Ну, например, перестала продукция пользоваться спросом. Это не значит, что... Я хотел сейчас обписать пункты коллективного договора, то есть вы предлагаете предписать? Я хотел сакцентировать внимание на порядок начисления премии. Я понимаю, что премия. Вы смотрите, если, например, вы предлагаете к объему, в вашем случае, объему мусора вывозимого, то у вас объема мусора никогда меньше не будет. А если, например... А больше будет. Почему не будет? Может быть, запрос. Люди, простите, меня кушают и простите меня за собой мусорят. А вот если, например, рабочему дали задание, он сдельшен, как существует сдельшина, если он не сдел. Вопрос конкуренции. Если появляется на рынке еще конкуренция, то рынок запутать держится. Каким экономическим показателем? Если, например, показатель, что от объема вывезено... Добавленная стоимость. Всего предприятия. Всего предприятия. Причем, понятное дело, что надо рассматривать модель предприятия в целом. На любом предприятии есть основные бизнес-процессы, есть вспомогательные. Но вспомогательные процессы, как правило, там сидит человек и 8 часов спит. И он получает деньги за то, чтобы ничего не ломалось. Если ничего не ломается, он продолжает спать и получает деньги. А есть основной бизнес-процесс, где какие-то физические происходят процессы, что-то одно во что-то другое превращается или перемещается в пространство и во время. И все вот это высчитывается. Поэтому подход должен быть комплексным. Потому и договор называется коллективным. В коллективном договоре прописать что приедут экономические показатели. Меня спроют, спроют, к каким показателям, к чему они должны быть, Так это зависит. Здесь отраслевая зависимость, зависимость от отрасли. Я про автотранспорт, могу легко вам рассказать. В производстве электроэнергии здесь может быть сложнее уже. Настройки свои. Везде все свое. Общего не может быть. Настройки свои, в естественном хозяйстве свое. В многодетных предприятиях сезонный фактор какой-то очень статистический. Уважаемые товарищи, время перерыва. 13.30 Спасибо за слово. Еще раз Канаев Юрий Юрьевич, представитель Красного Телевидения Ленинградской области здесь. Хотел выразить огромную благодарность, извиняюсь, что читаю, потому что подготовился. Огромная благодарность партии РКФ за высокую поддержку ленинградского телевидения, за моральную, финансовую. Мы уверены, что мы уверены, что начало нового пути. Что это начало нового пути. То есть путь всегда, в принципе, начинается у кого-то всегда по-новому, но то, что сейчас происходит, да, глобальные какие-то изменения в нашей работе совместно с вами я считаю, что это новый путь. Сейчас мы очень активно работаем над возрождением молодежи социалистического духа. Почему? К чему я это говорю? Потому что мы сейчас подтягиваем молодых людей, например, к тому же самому дню 7 ноября, когда состоится концерт. Все желающие могут приехать, это будет в Чаплинг-холе, все информации в интернете есть. Вот так. В повседневной жизни мы очень сталкиваемся с несправедливыми вещами и расточительными людьми, которые хотят опустить нас веру в светлое будущее. Но мы вместе не дадим им сломать и разрушить наш твердый фундамент. Они не понимают, что мы его только лишь укрепляем, вставаясь сильнее, мудрее и настойчивее. Мы доносим до людей светлую идею в будущее, где все равны и богаты духом и уверены в завтрашнем дне. Так, например, Красный университет делает колоссальную работу по обучению марксизму, ленинизму. Это редкое явление в наше время, где можно познать идеи уникальных людей, которые, как известно, сподвигли товарища Ленина и его соратников на Великую революцию. Мы с товарищами не теряем надежды, что она вновь вернется с новой силой, совершит и закончит начатое дело наших предков. Она всегда исправит пробелы в нынешнем в нынешнем ну я считаю так фактическом разврате, который происходит. И мы станем жить в гармонии и безграничном счастье. Это было мое слово. Но тут еще я добавлю, что у нас ленинградское телевидение сейчас очень активно работает. Туда я пришел, я вот приехал, то есть вступил, начал заниматься. Сейчас, как вы видите, приехал сюда на съемки проводить. Нам не безразлично, что происходит. Товарищ Пронин у нас очень много занимается по работе в интернете. Мозгалевский Андрею много занимается. Татьяна, которая с Луганской области, Романчук. Она сейчас уехала обратно, снимала окопную правду. С Красного университета попросили мы товарища Мордовина сделать рассылку по Красному университету, так как есть острая необходимость в финансовых моментах. Товарищ Пронин у нас сидит на довольстве на общем, на том, что помогают люди, так как он очень активно ведет работу и в Красном университете, и на Ленинградском телевизоре. Я считаю, это благое дело, то, что мы делаем вместе. Сейчас подготовка идет к 7 ноября концерту. Это, опять же, затраты. Съездить куда-то на съемки это, опять же, затраты и на все остальное. То есть, к чему я это говорю, что мы вносим тоже взносы свои в Ленру определенные, но этого не хватает. Сейчас нужно будет снимать то же самое кафе, заказывать фотосессию, которую делали, какие-то музыкальные приборы, еще-еще, покормить людей. Все это требует затрат. Я почему обращаюсь сейчас по этому поводу, что если есть возможность, да, у человека, у вас непосредственно, у вас есть возможность хотя бы помочь 100 рублями, мы будем вам очень благодарны. Это пойдет на наше общее дело, за это ведется отчет. я приезжаю в Ульяновку на субботнике, отчитываюсь за те денежки, которыми они нам помогают, куда, что и как уходят. такой определенный взнос, как бы, ну, не знаю, правильно я вам назвал взнос или нет. в Ульяновке взнос. Да, 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 если, ну, есть возможность, спасибо большое. Значит, товарищи, на это выступление меня вдохновило на выступление предыдущего оратора, согласно которому, значит, если я правильно понял, значит, без экономической борьбы нет борьбы политической, а экономическая борьба заключается в том, чтобы разобраться с функционированием экономики предприятия своего, и на основании этого компетентно, значит, высказать замечание руководству, какая должна быть зарплата и так далее. Значит, я могу сказать, что это очень удачный кризис для того, чтобы прекратить всякую борьбу на предприятии. Потому что на предприятии ситуацию экономическую в нынешних условиях, когда огромное количество всяких ООО, ТОО на этих, на предприятии сопутствующих его деятельности, когда все крайне запутано, там не исключено такая ситуация, где на предприятии нет ни одного человека вообще, включая главного бухгалтера, генерального директора, который полностью владеет всей информацией о хозяйственной деятельности предприятия. И тем более, в ней никогда не разобраться работнику, которому никогда не дадут всей информации при нынешней ситуации. Поэтому эта идея вообще в корне неправильная. Ни в коем случае нельзя работникам на это вестись. Это не значит, что не надо там какие-то сведения забывать о том, что что-то туда ушло, что-то сюда ушло. Тут вот в ООО при предприятии такая-то зарплата. Как часто бывает, зарплата на предприятии 25 тысяч рублей, а выводят выгодные работы в ООО сопутствующие, там зарплата 125 тысяч рублей. Пошли рядом такое бывает. Если об этом есть сведения, их не грех обнародовать и как-то их пропихивать, но вообще говоря, заниматься только этим и ставить это в игровую угла ни в коем случае нельзя. Есть некоторые совершенно общие вещи, например, в 2006 году, когда Форд был столом, они говорили, что имеют совершенно одинаковые заводы, совершенно одинаковая производительность труда, с совершенно одинаковым выпуском продукции. В Америке на таком заводе рабочий получает 4 тысячи долларов в месяц, в Бразилии 2,5 тысячи долларов в месяц. У нас тогда ребята вели в борьбу за то, чтобы получать тысячу долларов в месяц. Ну, вот это очень наглядно видно. Известно также, что в Соединенных Штатах производительность труда где-то в 2,6 раза выше, чем у нас. Это практически официальные данные. Средняя зарплата в Соединенных Штатах 3400 долларов. Вот делим 3400 долларов на 2,6, получаем, что где-то зарплата у нас должна быть не менее 70 тысяч рублей средняя. Это совершенно спокойно действует и совершенно спокойно можно поднимать зарплату в разы. Вот здесь говорят о том, что уменьшение рабочего времени до 6 часов, оно вот как там оно интенсифицируется, будет более высокая производительность. Но, товарищи, прежде чем говорить о более высокой производительности, надо понимать, что от работы дохнут не только кони, потому что под производительностью очень часто понимают не производительность на самом деле, а интенсивность труда, чтобы работник бегать быстрее, А не так, чтобы он бы производительнее работал на более прогрессивном оборудовании И у нас сейчас, если взять, как это Марс писал, что рабочее время, здесь необходимое рабочее время, здесь прибавочное Вот у нас сейчас этот движок загнуть, но самое вот сюда, по самое не хочу И этот движок можно и нужно двигать, и при нынешней производительности труда, и при нынешней выработке наработника Можно и нужно ставить вопрос о кардинальном увеличении зарплаты Это раз Во-вторых, по поводу вот, тоже вот, товарищ Яковлев Вот как встал вопрос о необходимости нового оборудования для увеличения производительности труда Ну как-то на тебя как работодатель прямо Но тут еще надо посчитать, тут нужны инвестиции Вообще, вообще известно, что производительность труда это проблема капиталиста Это проблема организации труда, это проблема оборудования Если экскаватор Вольво с тем же механизатором той же квалификации дает в 5 раз больше выработку, чем, скажем, советский экскаватор 70-х годов Ну это факт, даже если он в 3,5 раза больше стоит, ну тут все равно его выгодно приобретать, это понятно Не говоря уже о том, что сейчас предприниматели с прошлым годом даже амортизационных отчислений не делают на поддержание функционирования нынешнего оборудования И оно мешает, рассыпается, высасывают соки, но все это знают прекрасно Вот, ну это так, по поводу отвлечения Еще вот по поводу кордоговора Значит, кордоговор, требования разрозненные, в том числе ключевые по рабочему времени, в частности, чему посвящен первый вопрос Это, конечно, надо за какое-то звено уцепляться и вытаскивать Но кордоговор в целом, в отличие от отдельного разрозненного требования, это работа, которая выводит людей, которые этой работой занимаются А наша задача не просто, чтобы кто-то на предприятии, как бы с 7-5 в арбу, написал кордоговор Но и такое, чтобы как можно большее число работников прочитало этот проект кордоговора Чтобы подарить туда свои дополнения, изменения, чтобы они это освоили, переварили Это необходимая школа для осуществления рабочим красам своих политических функций, в том числе и установления своей власти Вот вчера на конференции здесь у нас сидел юный троцкист Он тут высказал такую мысль, что вот надо сначала, мы думаем так, ну вот революционная рабочая партия Сначала надо сделать революцию, чтобы рабочий как раз взял власть, а потом он постепенно будет улучшать свое положение Причем постепенно Вот, это самое, но это понятно И то же самое здесь, сродни этим рассуждениям, такие рассуждения, что вот надо своих людей наторгать в Думу, куда-то еще И вот там эти люди уже будут там что-то продвигать, что-то там зацепится, будут так Это в корне неправильно Будет, если развернется компания кордоговорная Если на основании такого договорной компании возникнут профсоюзы А именно так и должны возникать профсоюзы, на основе борьбы за коллективный договор Не так, что, как совершенно верно здесь говорили, что профсоюз сначала создается, потом его зачинщиков увольняют, и все возвращается на круги слоя А так, чтобы сначала развернулась борьба на предприятии за кордоговор Чтобы люди, которые возглавляют эту борьбу и имели большой авторитет в коллективе, чтобы их было уже просто не уволить Вот после этого уже можно ставить вопрос о создании официального профсоюза Там сам по себе уже вопрос решится с помещением и так далее Те самые вопросы, в которые спотыкаются создатели многих малых профсоюзов Там все это решится само собой И то же самое, та партия, которая возглавляет эти процессы, ну в конце концов, ну будет дума Она туда автоматически практически попадет, если будет пользоваться авторитетом в народе Но это вообще говоря, тут это, как говорится, выборы, это вообще дело пустое Поэтому здесь надо заниматься своим делом нам по организации рабочего класса Соединение научного социализма с рабочим движением И, а это все придет само, со временем Ну вот это то, что хотел сказать Спасибо Маленькая ремарь, буквально, к сожалению, это для нас Это не положено выступать, и два раза в трения выступать тоже Это то есть, инвестиции заставить делать нельзя Для инвестиций можно создать только условия Можно за басоккой Я уже говорил Или ты катишься, как работодатель Ну не нужен такой капиталист Давайте Да, пусть У нас не кругом Да, товарищ Ну, я у него вопрос Сказать, товарищ Что вообще? Так, товарищ еще раз, Николай Александр Николаевич Член РКРФ, кстати Хотел бы вот на чем восстановить Ну, во-первых, колл-добр Это, конечно, прекрасно Я 16 лет работал на предприятии, военном предприятии, которые сейчас в его изделии летают в Сирию. Мы-то производили их. Ну, не в этом дело. Я хочу к чему? Я был членом профкопа. Вот попробовал бы я провести хоть какое-то предложение. Я тысячу раз пытался и ребят собирал. Все, не протащишь ни в какую. Очень тяжело протащить. Правда, профсоюз был там официально. Я член профкома официального профсоюза был. Хотел бы привести несколько примеров тоже по поводу того, что ты заговорил, про заработную плату и премию. У нас случилась такая вещь. В 1998 году руководство решило изменить, перейти на новую оплату условий труда. Вот, значит, реально мы получали 9 тысяч рублей, ну, приблизительно говорю, там цены, может, другие, я уже не помню. В 1998 году там цены бешеные были. Вот, ну, я, 9 тысяч. А премия была тысяча рублей. Вот, руководство решило, значит, тысяча рублей – это заработная плата, а 9 тысяч – это премия. Ну, вы сами понимаете, что 9 тысяч рублей дают только тогда премию, когда есть прибыль. Нету прибыли, нету и премии. Поэтому зарплата остается очень маленькая. Сейчас, наверное, пытаются ввести, но я считаю, надо бороться всеми силами против этой системы. Теперь, так, хотел бы пройтись в маленький вопрос тоже по дежурству. Был случай такой, я сам обслуживал станки ЧПУ, то есть, ну, чтобы они нормально работали. Вот тут некоторые сказали, что вот ни хрена не делают обслуживающие отдых, спят только и делают. Нам директор, пришла зарплата, и директор заявил, что, ребята, вам надо доказать, что вы заработали свою зарплату. И главный инженер приходит, говорит, ребят, я говорю, зарплату не могу вам выплатить, потому что директор требует доказательств. Я говорю, хорошо, давай, иди, расскажи, ну, нашу работу-то. Испугался, он меня уволит. Я пошел к директору. Вот, директор не достал, зам директора пришел. И говорю, я говорю, вы хотите, чтобы 14 цех, ну, приблизительно, там, автоматическая линия была, сейчас встал? Я говорю, через 5 минут встанет. Он говорит, как встанет? Я говорю, ну, неисправно будет. Мы сразу найдем себе работу. Сейчас начнем работать. Сейчас остановим на профилактику. Вот. То есть, показатель тот, что люди думают, что спят, и директор тоже так думал. А на самом деле мы плановые работы проводили, и всю дорогу, чтобы не было этих аварий. Все правильно. Поэтому вот ситуация такая-то была. Тут просто зацепили, я хотел это сделать. Теперь по профсоюзу и проактивному догму. Вот, конечно, хорошо. Я создавал не один профсоюз, пытался создать. И создал и профсоюз охранников, и в гостинице России сейчас вот осталась малая часть у нас. Вот. Ну, и другие профсоюзы. Сказать очень тяжело, создавать профсоюзы, вы сами знаете. Во-первых, первое. Условие, которое должно три человека быть железные. Чтобы они ни в коем случае не спасовали и не испугались. Это первое. Ни в коем случае идти сразу говорить, я профсоюз и так далее. Надо сначала, правильно, как тут говорилось, нарастить свои силы. Да, коллективный договор, конечно, дает это право. Но в то время, когда я создавал, у меня, к сожалению, не было образца такого профсоюзного договора, чтобы не ходить к рабочему и показывать. Конечно, это показатель. Но я еще раз говорю, создать сейчас профсоюз очень тяжело. Вот в чем проблема. Это посмотрите, законы какие выработаны. Ужасные, понимаете. Ну, вот, вроде бы все. А, еще хотел сказать по производительности труда. У нас один инженер был. Он говорил, я разработал такую систему, которая увеличится в три раза производительность труда. Ходил по директорам предприятия, представляете, ни один не взял его систему. Он вообще отказался, выгнал его. Вот, это капиталисты. Им невыгодно, видимо, этого. Они не хотят. Так что, производительность они повышать не будут. Они будут только свой карман набивать. Все, спасибо. Спасибо. Пусть вспомнили времена. Пусть мы сейчас все начнем вспоминать. Нет, я так и я. Два-мя-пять лет назад. Дело не в этом. Редактор субтитров А.Семкин. Пусть. Пусть. что тут все время лепки всякие дают. Вот если говорить об истории вопроса, появление коллективных договоров в России. Я вчера на конференции вспомнил Ивана Христофоровича Озерова. Был такой у нас в начале прошлого века известный экономист, отечественный финансист, ну я имею в виду ученый, да? И вот он где-то, наверное, в 1902 году издал небольшую брошюру по коллективным договорам. Это, значит, 140 лет назад, ну где столько от нас, не важно. И вот сейчас я вот думаю, у нас очень много, значит, рассуждений идут, но брошюр-то ведь никто не сдаёт. Мы с Анатолием Петровичем в обед обсуждали этот вопрос. Вот что такое прогрессивный коллективный договор? Вот он, мне тоже сумнявшись, прослушал первый вопрос, когда прогрессивный коллективный договор, где написано 6 часов рабочий день. Я тогда задавал вопрос, а менее прогрессивный коллективный договор, это какое? Вот сейчас для меня выступающий товарищ рассказывал сказки насчёт, как он реализовывал профсоюзную организацию. Я могу эти сказки тоже рассказывать. Дело ведь не в этом. Кукарекать все умеют. А кто будет организовать рассветы? То есть, то есть, просто заключать коллективные договора. Прогрессивные, непрогрессивные, менее прогрессивные. Даже, можно сказать, реакционные коллективные договора. Ведь проблема-то существует на следующий день просто в заключении коллективных договоров. Конечно, а значит, там, где разрушиваются предприятия, ну, находятся, например, в режиме банкротства, там вроде коллективный договор продолжает действовать. Не три года там больше действует. Но через какое-то время, когда предприятие делится на ошки, где обуставной капитал этих ошек 10 тысяч рублей. Хотя некоторые ошки оперируют миллиардами рублей. Миллиардами рублей. Это самое в своих, так сказать, деятельностях. А коллективных договоров, какие тут коллективные договоры? И тогда, значит, на мой взгляд, на мой взгляд, нам нужно просто для начала хотя бы понять, чем мы вообще рекомендуем. Вот, начали критиковать товарища, или там, не критиковать, на счет, который говорил, это самое, зарплата 10%, премиальный 90%. Кстати, и на госслужбе, и муниципальной службе эта штука используется. Так мы, если говорим о коллективных договорах, еще прогрессивных коллективных договорах, мы должны тогда в сегодняшней нашей рекомендации, или завтрашней рекомендации, сказать, а что мы в данном случае рекомендуем коллективных договоров по системе оплаты труда? Ну, что мы рекомендуем? Значит, вот премии, они должны быть примерно там, сколько-то забыл, как он говорил, типа 60% выше 60% или, примерно, 90% и 10%. То есть, если мы говорим и осуждаем вопрос о прогрессивных коллективных договорах, сколько должна быть в системе, вернее, сколько должно быть коллективных договоров в системе оплаты труда? И там еще могут быть другие вопросы. Вот об инвестициях. Это, конечно, другой вопрос об инвестициях. Выходят люди и вообще не разбираясь в инвестициях, начинают что-то тут говорить. Вот я, например, знаю проблему шуйских ситцев. Это у нас практически единственный хлопча-думажный комбинат в Шуе. Значит, вот там он же и руководитель, работодатель, он же, значит, это самый собственник, набрал кредитов. Для того, чтобы обновить в режиме инвестиций, обновить, вот, ну, так сказать, парк станков. Да, они хорошие станки, но платить-то кто должен? Считается, что это собственник, значит, взял кредит и он должен платить. Это все ерунда, потому что платить-то должен все равно рабочий класс. Да, да, все равно. И говоря о том, что, значит, нужно отрывать проблемы, там, положим инвестиции, отрывать от проблемы коллективных договоров, этого нельзя делать, но нужно в этом вопросе твердо представлять, надрываемый пупок или нет. Существуют очень интересные такие воспоминания, или там, не знаю, мемуары Лия Кокер. Когда, значит, он пришел, выгнал его, один из Генри Фордов, с Форда, и он, значит, начал возглавлять другую там автомобильную компанию. И он же договаривался с рабочими. Давайте я, значит, установлю себе зарплату в один доллар в год, это самое, и вы, вроде как, по этому вопросу поработаете, поскольку нам нужно, значит, порешать инвестиционные, будем ли, проекты. И если мы говорим о прогрессивных коллективных договорах, мы должны понять самим-то, и что должно быть прогрессивных коллективных договорах в режиме инвестиций. О системе оплаты труда я уже говорил. Теперь следующий момент, это производительность труда. Если вот, я уже в предыдущий раз в этом выступал, значит, я стал председателем постройкома, мне было, наверное, 21 год. И вот я, значит, был так давно, я уже это сто раз посидел. И тогда коллективные договора, значит, в Советском Союзе тоже принимали раз на год, да? Но тогда, значит, под каким лозунгом, значит, Ленин говорил, производительность труда в конечном счете решает, ну, в данном случае, построение, если хотите, коммунизма в нашей стране. И вот вопрос, опять же, производительность труда, производительность труда. И тогда, если мы, значит, для прогрессивных коллективных договоров, там должны быть прописаны вопросы повышения производительности труда. И на каких началах? И на каких началах? Чем мы, значит, в данном случае? Конечно, можно увязать это, опять же, с инвестициями насчет установки там, ну, пусть там сварочек каких-то автоматов или там еще чего-то. Но эти вопросы нужно решать, я имею в виду, хотя бы в начале, в голове, у нас, у самих, надо решать, нужно это делать или не нужно. Должны, значит, ну, тем у нас будет последняя, насчет охраны труда. Там же должны, должны в прогрессивных коллективных договорах прикладываться мероприятия по охране труда? Или не должны? Должны, конечно. Да, но об этом еще никто не говорил, а вроде мы уже, значит, обсуждаем прогрессивные коллективные договора. Должны, вот если вернуться опять инвестиции и повышение труда и новой техники, должны планы модернизации производства там быть или не должны? Я сейчас уже тут не говорю, там, значит, содержание техническое, не техническое. Я так полагаю, вроде как-то обращаясь к товарищам, что эту тему вот насчет этих коллективных, прогрессивных, и именно, подчеркиваю, прогрессивных коллективных договоров, не нужно заканчивать обсуждением сегодняшнего дня. Или, значит, завтра там принять рекомендации. Нам нужно как-то, может, даже какую-то ретроспективу немножко сделать. Пусть даже, я, кстати, если бы знал, что такой вопрос возник, я бы распечатал эту самую брошюру, значит, 902-го года, коллективных договоров. Значит, какую-то, значит, ретроспективу. И что все-таки мы считаем прогрессивных коллективных договоров? И что, на что можно макнуть рукой? Не в смысле макнуть рукой, что, ну, не будет их там, положим в коллективном договоре, таких-то позиций. Иначе, ну, не будет и не будет. А что все-таки, на наш взгляд, должно быть коллективных договоров? И что мы должны отставить? И наставить. И, естественно, поэтапно. То есть, что мы видим, приложим, в 2016-2017 году? Ну, я в клаварах рассказывал. Значит, вот я, как ты пенсионер, там, 5-10-е, состою на профсоюзном учебнику в первичной нашей профсоюзной организации. Значит, вот перед тем, как приехать сюда, у меня-то состоялся разговор с председателем профкома. Вот она говорит, ну, Анатолий Николаевич, вот у нас кончается коллективный договор. Что надо делать-то? Я говорю, мы же в кризисе. Мы же в кризисе. Давайте хотя бы удержим те позиции. Ну, они, конечно, коллективные, но не прогрессивные, это точно. Потом это все-таки такая ситуация. Давайте хоть удержим те позиции, которые у нас до сих пор есть. Давайте их удержим. А этот кризис-то у нас финансово-экономический второй раз ударил в стране-то. И если мы будем говорить о том, что мы давайте только будем куда-то, ну, не знаю, там, лететь, значит, вверх, и не будем удерживать те позиции, которые хотя бы у нас существуют на сегодняшний день, тогда чего тогда мы встречаемся, о чем-то говорим? То есть мы, я по этапности говорю, первое дело, если есть коллективные договора, если что-то есть, нужно, на мой взгляд, нужно хотя бы удержать то, что есть, и смотреть потом вперед. А если мы, значит, будем только говорить о том, что, значит, мы вот так-то думаем, мы вот всяк-то думаем, и не удерживаем позиции, я вам твердо скажу, что трудовые коллективы нам благодарны не будут. Не будут благодарны. Спасибо, Зонина. Спасибо. Александр Владимирович. Уважаемый товарищ, Анатолий Николаевич, он всегда ставит очень острые вопросы. Кризис куда острее вопрос. Я вот с этого начну, чтобы понять, надо ли мы говорить о прогрессивных колдоварах или нет. Вот о кризисе очень много говорят. Вот чаще всего говорят те, по лицам, которые, так сказать, по положению, видно, что их-то кризис точно не затронул. Вот там всегда большие руководители говорят, с болью в сердце. Ну, что такое кризис? Падение производства, да? Есть такой факт. Тенденции есть, хотя они очень упали. Еще кризис, так сказать, и очень показательный признак всегда. Это падение прибыли. Падение прибыли, ну, надо ставить производство. Прибыль падает. Вот это действительно кризис для капиталистов. Наблюдаясь такое падение, ну, статистика выдала, вот об этом молчат наши капиталисты. Приходится это напомнить, что за 15-й год прибыль по экономике России, как говорят кризисные экономики, Анатолий Николаевич, плюс 40 процентов. А обрабатывающие производства, вот здесь представители обрабатывающих производств в основном, значит, это не добыча, нефть и так далее, плюс 190 процентов. О каком кризисе мы говорим все время? Зачем мы это повторяем? Нам кинут гнилую кошку, значит, жуйте. Мы понимаем, почему о кризисе говорят. Вы приходите, вороться, 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 говорят, вы чего, с ума сошли? У нас же кризис. У кого это у вас? Хотелось бы уточнить. У вас-то как раз все хорошо. Плюс 190 процентов. Прибыль и ничего себе за год. У них кризис. Поэтому я предлагаю не входить в положение работодателя, а это нам коллективный работодатель сообщает, что у нас кризис. Да, и больше думать о положении работников. Это первое. Значит, второе. Вот действительно, я с вами согласен, Дмитрий Ганович, мы вот здесь и занимаемся тем, что изучаем опыт прогрессивных коллективных договоров, уточняем понятия этого дела. И к этому, наверное, надо возвращаться, чтобы нам не потерять, что вперед прогресс, а что назад, что регресс. Вот если сформулировать более общий критерий, я думаю, что прогрессивно намеряется тот коллективный договор, требования которого продвигают решение задач коллективных действий. Вот самые передовые требования, самые крупные требования, самые направленные требования, у нас все собрано уже. Задачи коллективных действий, товарищи все получили, могут еще раз посмотреть. Вот если наши коллективные договора включают нормы, которые приближают их, там, конечно, очень крупные нормы, и в раз их не сделают, я согласен. Значит, прогрессивный. Если отдаляют, ну никак прогрессивный не заешь. Бывает вариант, в чем-то мы продвинуем, в чем-то уступили. Ну, некоторые такое переходное состояние. Да, с вами, а где же вектор в чем-то? То есть, я с вами согласен, что тут так с кондачка не решишь. Вообще-то основа для решения этого вопроса у нас есть. Значит, теперь более содержательные вещи. Ну, хорошо, вот мы здесь и по зарплате говорили, и по производительности. Ну, вот я хотел бы напомнить. У нас все-таки есть опыт, к которому можем отталкиваться. У нас замечательное совершенно было положение разработано. У нас, я имею в виду, в российском рабочем движении, значит, ПКТ, да и в целом, по-моему, форту, профессиональные организации, на самом деле еще ведут, там, разработал очень мудреную формулу. Вникнуть в нее было совершенно невозможно. Но, как автор разъяснил, смысл был такой, что если растет, повышается производительность труда, значит, зарплата увеличивается. Если не повышается, все равно увеличивается. Вот это, я думаю, здорово. Вот это и не надо вам там считать. Ну, неужели кто вас пустит? Ну, даже вы посчитали, а потом кто же рассказал, что человек, инженер, значит, предложил систему, выклассив его выкинули. Вот когда будет власть, тогда вы будете отвечать за производительность труда в том смысле, что планы по повышению производительности, вы их контролируете. Сейчас к этому не допускают. Ну, мы бы рады, не пускаем. Так вот, считайте такие формулы, создавайте. И тогда это прогрессивный коллективный договор. Так, значит, что касается зарплаты. Конечно, сказать, есть. Вот вы подняли, очень интересный вопрос, товарищ Африк, что как-то привязывать к целевым показателям предприятия. Есть у нас опыт? Давайте опять по опыту судить. Есть. Значит, у нас вот наши уважаемые авиадиспетчеры, они как-то свою зарплату привязывали, значит, к увеличению там вот выручки. При том, что вот они это тогда делали, когда выручка заведомо росла. И этот был такой порядком выгнан, что у них зарплата в результате увеличивалась. Но как вот только выручка упала, я думаю, не отвязали от этого дела. Поэтому заранее поручиться, что вот нам не надо привязать к выручке, да, там увеличение добавленной стоимости, не надо. Может и привяжемся, если нам выгодно. А если не выгодно, то и не привяжемся. То есть, короче говоря, вот те базовые вещи, которые мы говорили, что 80%, не меньше. Тарифная часть А20, дополнительная часть, это хорошая основа. От нее не надо так просто отказываться. Но если мы вдруг получаем зарплату, а там даже это не премия, а вроде как зарплата растет. Основная часть. А клады у них растут в зависимости от выручки. То есть они не нарушают нашу требование. Это даже не премия. Почему здесь делать это вы делаете? То есть подумайте тогда, что у нас тарифная часть растет вместе с ростом добавленной стоимости. Но если добавленная стоимость растет, то тарифная часть ваша не понижается. Это ведь тоже ничему не мешает. И вы тем самым привязываете к конечному результату, но не бросаетесь стихию такой, что на отпуск, а вот вашим предпринимателям, который вам 90% или даст, а скорее всего он не даст. Потому что это же кризис. Вы ведь не слышали разница? Вам сразу сообщат об этом. Это что касается уже более-менее разумных наших вопросов. А теперь все-таки по рабочему дню. Вот Анатолий Николаевич полемически сказал, что теперь понятно, что такое прогрессивное. Ну, естественно, не только... Анатолий Николаевич, я передам слово. Я понял. Не только та норма, что сокращаем рабочие деньги на 6 часов прогрессивные. Вот все, что мы говорили, это же никуда не делать. Но есть некоторые вещи, которые предъявляют особую значимость. Вообще говоря, что-то у нас связано с сокращением рабочих дня наших передовых прогрессивных коллективных договоров. Конечно, связано. А посмотрите, пожалуйста, гарантии профсоюзной деятельности. Это что такое? Значит, у нас на время введения коллективных переговоров возбуждается сработать. Это что, разне сокращение рабочего времени и рабочего дня? Сокращение. Значит, у нас все время сообщали, что по условиям коллективных договоров там, при спяте цехкомов, там по 8 часов, вот покойник Николай Викторович Аднорский об этом сообщал, предусмотрено. Разве это не сокращение рабочего дня? А в чем проблема? Ну, а в том, что это только для профсоюзных активистов. А почему мы не можем, это по этой линии идя, искать гарантию профсоюзной деятельности? Значит, два раза в неделю проведение профсоюзных собраний с участием всех членов профсоюзов по часу. Это уже форма сокращения рабочего дня. А что, обязательно мы должны сказать, что вот рабочий день на 6 часов, и так далее. Ведь можно и в такой форме выразить, тем более нас опасались. А как будут использовать высвобожденное время? Вот что-то прям целевым образом будут использовать. То есть тут некоторую хитрость мы можем проявить, идя по той дороге, которую же наши тогда и шли. Но тем не менее, где-то надо и впрямую, и не где-то, а вот наряду с такими вещами, несколько прикрывающими нашу основную задачу, в прямую ставить вопрос сокращения рабочего дня. Почему? Потому что наши партнеры с той стороны, или контрагенты, они-то как раз этого не забывают. Вот вам пример тех же докеров. Они замечательно бились за повышение реального содержания зарплаты и так далее. Бились, бились, бились. И работодатель пошел на компромисс. Это уж история-то долгая, а расходные платы давно тоже долгие. Какой компромисс? Говорят, ну хорошо, мы вам повышаем, сделаем сумасшедшую зарплату, только у вас отпуск будет не 60 рабочих дней, не 2 месяца, а месяц. Говорят, ладно, ударили по рукам несколько. Зарплата, это же главное, это первое. Вся зарплата, только думай. Значит, это убрали. А только, говорит, теперь смена будет не 8 часов, а 12. Ну и что, какая? Может, даже больше будет выходных и так далее. Убрали. Где представители профсоюзной организации Дойкер? Здесь. Нет. Почему? А вот в сменную работу такой, кто это 12 часов вас заменит? Да как это будет выглядеть? И никак. Теперь уже Дойкера мы живого не видели давно здесь. Очень трудно доехать при такой работе смены. Значит, инвалидов там уже счет на сотни идет. Ну, конечно, вместо двух месяцев, да, вне такой тяжелой работы, только месяц. Значит, инвалидность увеличилась. Это что, приваляет энергию? А раз этого нет, то уже у нас и профсоюзной организации там нет. В одном месте. Да, и два света, как минимум. И Ставлёй тоже движется. Потому что если люди, так сказать, не приезжают, не расширяют свое влияние, тогда они теряют свою позицию. И поэтому то представление, что куда нам наступать, надо подумать бы о сохранении только этого. Ну, Анатолий Николаевич, вот всегда война была. Значит, нас в Минск захватили туда-сюда. Что дальше, Тань? Какое завище поставил? Враг будет разбит. А не то, что... Ну, хорошо, давайте... Это Вечеслав Михайлович Волоков поставил. Он 3 июля повторил это дело. 3 июля Харриштейн выстрелил. Так мы что будем? Должны были выстрелить, по вашей логике. Скажите, все. Значит, теперь наша главная задача, вообще цель войны. Вот от Можайска не вступить ни на шаг. Ну, что же это такое? Может, мы и обожаем скандали, но цель наша была другая. И потому была цель, мы поэтому, даже отступая, знали, что мы отступаем временно, а вообще мы готовимся наступать. Поэтому ни в коем случае нельзя сходить на то, что мы хотим сохранить. Если мы хотим сохранить, мы потеряем все. Вот у нас, по-моему, в рабочем движении профсоюзов такая идеология возобладала, что давайте хоть сохраним то малое. Вот когда вы занимаетесь тем, что сохраняете малое, у вас ни энергии нет, нельзя сказать, и отступного даже нет. И у вас все забираем. Вот сохраняем малое, и потеряем все. Поэтому очень своевременно сейчас поставить вопрос о шестичасовом рабочем дне. Потому что, вот теперь давайте торговаться. Вот давайте. Я вообще-то ничего не говорил по этому вопросу. Хорошо. А я и говорю, что мы с вами согласны. Вы не на меня на файл. Я расскажу. Я начал с того, что вы сюда посещались, по-моему. Одну вещь касается кризиса. Упала покупательная способность людей. Упала, упала. ДСК у нас, ДСК закрылась, потому что люди не могут покупать квартиры. Люди не могут. И что могут? Историй говорит, что это нет. Каких людей упала покупательная способность? Каких людей? Нет. Работа ДСК уже не стало. Не стало. Вот это не стало за несколько буквально. А это когда? Я с Анатолием Петровичем помню, когда нас это, это как-то плач. И Иовановцы всегда сплачут в Ярославле. У нас ДСК кончилась. Дни у нас закончился. Дни у нас закончился. И у меня кризиса нет. Анатолий Петрович, я с вами согласен. Кризиса нет. Я предпринимаю. Люди не работают. Значит, это сам. Квартиры покупать не могут, потому что у меня строительство там очень блогное. Значит, вообще ничего не делают. А вы говорите, нет кризиса. Как нет кризиса? Анатолий Петрович, вот у тех предприятий, которые ориентированы на кармана, Анатолий Конорыч. Вот у тех предприятий, которые ориентированы на карманы трудящихся, может идти кризис. А у тех, которые ориентированы на интересы богатеев, никакого кризиса нет. Не волнуйтесь. С машинами у нас очень хорошо. Ивановская область. Это давно и зло, Никогда не имело предприятий, которое обеспечил что-то богатеет. У нас яхты не строятся для Средиземного моря. Значит, у нас там еще что-то нет. У нас ткань, у нас есть, станки есть, железобетон. За сложным к нам есть трудно очень спорить. Ирпичные заводы есть. Анатолий Николаевич, я с вами согласен. Кризис у нас нет. В Нижегородске вовсе кризиса нет. Анатолий Николаевич, вы со мной согласитесь, Анатолий Николаевич, согласитесь со мной, что, значит, поводом, так сказать, лозунг кризиса идет спекуляция со стороны, так сказать, капиталистов и государств. Ну, есть такой момент или нет? Идет спекуляция. Но люди-то не работают. Они кинули. Вас же не перебивали. Зачем кричать? Так вот, давайте, так сказать, не забывайте о том, что такая спекуляция идет. Идет. И для работающих она идет. Вот мы говорим о работающих. Они приходят и говорят кризис. Работающих. На всех это распространяется. И на работающих, и на неработающих. Мы сейчас говорим о работающих. Вот о чем идет речь. А кто не работает в каком-нибудь чешистическом работе? У них сплошная безработица. Так их отодвинули. И, может, мы в этом виноваты, что дали отодвинуть их. Если мы боролись активно и так далее, тогда мы получали совсем другие результаты. Короче говоря, товарищи, значит, вот я думаю, ну, теперь мы должны, конечно, не забывать о том, что прогрессивный коллективный договор обязательно требует сокращения рабочего дня и впрямую должны иметь. И это дает возможность нам и успешно заключать коллективный договор. Вот то, что сделали с докерами наши партнеры, вот и мы должны делать. Вот пусть они смотрят, как на красную играх, и на шестиковые деньги хватаются за голову и уступают нам зарплате. Хоть для этого будет польза. А потом, кстати, идея владеет, и все равно сдвинем мы это дело. Спасибо. Спасибо, Анатолий Павлович, за текстового сына Золотого, да, приятное очень, что есть. Без этого никак. Я просто хочу обувать небольшую рептику. Давайте одно дело... Приходите, пожалуйста, не наступайте, как полдон. Да, спасибо. У меня буквально рептика. Если можно, без сильного объема. Я вот к вопросу о... Извините, Кристе. Одно дело понимать... Ой, извините, ребята. Пугачева Ружина Борисовна, по мандату Союза рабочих Москвы, за председателем, научный сотрудник Российского онкологического центра. Значит, по вопросу о кризисе. Значит, одно дело не давать возможности предпринимателям и бизнесменам, и хозяевам производства мотивировать наступление на права рабочих, кризисом, и совсем другое не признавать реальность. Понимаете? Вот совершенно правильно выступал Лев Гамов, что в условиях кризиса рабочий вынужден не наступать, а обороняться. Не говорил он. И он... Что мы в обороне. Я про кризис не говорил. Оборона – это против классового врага. Мы в обороне. В обороне, правильно. Особенно во время кризиса. Потому что возможности для маневра... Я дополняю. Да, возможности для маневра в момент кризиса гораздо меньше у работающих. И вот приводимые сейчас примеры с теми же самыми докерами. Это как раз один из самых ярких примеров. Они вот так же не признавали кризиса. Считали, что они защищены коллективным договором. А оказалось, как только понизилась вот этот торговый оборот, их работа стала менее востребована... Ребята, давайте вы меня не будете перебивать. Потом выскажитесь отдельно. А у нас есть президиум. Почему-то президиум переместился в задние ряды и все время оттуда командовать. Мне это удивляет. Да. Мы от колдукового вообще уже... Вот, я хочу вернуться к коллективному договору, да. Правильно. Поэтому предусматривать различные уловки предпринимателей и хозяев в коллективном договоре нужно. Но нужно понимать, что в условиях, когда уменьшается производство, например, коллективные действия в виде, значит, предупреждения о забастовке и так далее, становятся менее эффективными. Просто нужно учитывать ситуацию и применять больше, может быть, дипломатии. Или вот как привел пример Александр Николаевич, что будем действовать по правилам, да, и тогда у вас станет производство. И не нужно заниматься шапкозакидательством. Вот это вот, что нет кризиса, ну, это неправильно. И мы все это чувствуем. И я хочу сказать, что мы очень часто друг друга, ну, начинаем, что называется, бить по мордасам. А давайте бить все-таки предпринимателя, а находить здесь общий язык и общие выходы из положения. Вот и все. Что-то меня вспоминали дистанция. То и все. Не выступал. Ну, на научпрактической конференции я сказал примерно так, что страна погрязла в мелком уграбанности. И вот на нашей Ивановской площади, я не знаю, как в других областях, растет травмизаводство. Новые заводы, может быть, у нас как-то нет. Отсюда, значит, и у нас своеобразное мировоззрение может быть. Но, вот, как говорится, про кризис, если говорят и про кол договора, да, что Феликс Эдмонтович Зержинский в его двухтомнике для коленского предприятия, крупного, очень крупного для дореволюционного периода, он учил рабочий класс не выступать во время кризиса. Что говорят, это невозможно добиться. И надо, говорит, находить определенный момент для того, чтобы, как говорится, на него навалиться. И что-то получить для себя. И здесь вот наша установка-то, да, вот наш рабочий совет Ивановский иногда меня упрекает в том, что, значит, вроде это для работающих, предприятий, а не для нас, и весь наш российский комитет рабочих не охватывает все свои рабочего класса. Потому что это, как говорится, разные условия, разные моменты. А по кол договорам, по кол договорам, да, мы это вот вспоминали, вот с 96-го года, еще Конституция Славовская. И вот я полностью из нее, значит, вносил разделы, разделы наносил, и все нормально подтверждал, как говорится. Тогда это все было вновь, и я сейчас согласен. Но с 6-ти часовым рабочим днем я тоже согласен, откровенно говоря. Да, потому что это что? Это как бы стратегия. Но вот в тактическом плане, вот для всей нашей разношерстной рабочей среды, да, может быть, это не везде приемлемо. И всех тех нас, вот этих ребят, которые вот разбиты на мелкие ложки, тот же завод Испо, там сколько появилось этих аошек. А у них просто... То есть вот люди практически даже до сих пор не получили зарплату свою, потому что у них были исполнительные листы уже. А приходят инспекторы, судоинспекторы, а брать нечего, потому что все деньги, все активы в главном акционерном обществе. А эти оошки, что и вот эта мошенническая схема действует, и таких мошеннических всех в стране тьма. Как вот справляться со всем этим? Вопрос сложный. Ну, а то, что значит научно-технический прогресс все же ставит перед рабочим классом уменьшение численности, и вот здесь как раз выход на шеститочасовой день. Я вижу то, что значит как бы увеличение, потому что рабочий класс может быть неподкупен только когда он в численности большой, и, конечно, вооружен передовой теорией. Вот практически все, что... Его должно быть много рабочего класса, и, может быть, не так заметно. А сейчас вот эта мелкобуржуазная среда, которая владеет вот этими маленькими лавками, маленькими производствами, да, там практически не поставишь у каждого, понимаете, человека, чтобы им что-то разъяснять, и работа для нас вот, да, как для рабочего совета, конечно, интереснее на крупном предприятии. И вот тогда возникает вопрос, а на кого мы ориентируемся? Я вот иногда начинаю своим говорить, давайте сразу замахнемся на ТЭЦ. К примеру, ТЭЦ она может поставить в определенные условия и страну, и предпринимателей, а то начинают выходить, вот, к примеру, на Евтекмаш, в котором стало 140 этих маленьких предприятий. То матрасы делают, то шьют, то еще чего-то, и кто красивым надделочным оборудованием занимается. Это там вот 50 человек участника. И он доволен, он где-то так находит мелкие заказы, себя обеспечивает и процветает. Ну, всем спасибо, что напомнили. Еще раз, Канаев Юрий Юрьевич, представляю Ленинградскую интернет-телевидение. Все вы сюда приехали за тем, чтобы поправить не только свое положение рабочее, жизненное, но также и заботой о своих коллегах, товарищах, близких и других. Хочу вам каждому сказать, чтобы вы, несмотря ни на какие убеждения людей, которые очень разочарованно, очень печально относятся к жизни, о том, что кругом кризис, кругом все плохо, нас уже никто не слышит, никто нам не поможет никогда и все-все-все нас забывает, нас теряет, чтобы вы их не слушали просто. Идите дальше к своей идее, идите дальше к своей мечте, все получится. Сегодня небольшой зал, завтра пол Кремля будет сидеть вас слушать. Все будет отлично, самое главное не падать духом и не печалиться. Тогда начнутся движения. Уважаемый товарищ, предлагается, значит, есть еще желающий выставок? По заключению коллективных договоров, именно по заключению коллективных договоров. Граждане выступают. Граждане выступают. Тогда предлагается, предлагается заслушать проект восстановления. Проект восстановления комитета рабочих, борьба за заключение и выполнение прогрессивного коллективного договора. Как показывает опыт, условия труда работников, в том числе их главная составляющая, продолжительность рабочего дня и уровень зарплаты, обеспечивается неприемлемым для работников уровнем только там, где есть профсоюзная организация, закрепивающая свои завоевания в защите интересов работников в коллективном договоре и контролирующие его исполнение работодателям. Под предлогом кризиса собственники используют любые способы усиления эксплуатации. Над многими категориями рабочих нависла угроза абсолютного обмещания, поэтому еще более возрастает роль коллективного договора в жизни профсоюзной организации. Опорой работников коллективного договора является там, где инициативные работники подготовили свой проект коллективного договора, они ждали проект договора от начальства, учили в нем требования программы профсоюзов задачи коллективного действия, в том числе требования сокращения рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы. Размножили свой проект коллективного договора и вручили печатных договоров каждому работнику для ознакомления, обсуждения и внесения предложений по его улучшению. Отстояли прогрессивный проект на профсоюзном собрании, конференции и сделали его своим для всего коллектива. подготовили товарищей к коллективным действиям как в ходе заключения коллективного договора, так и при угрозе нарушения его положений работодателем. Только борьба за прогрессивный коллективный договор делает профсоюзную организацию сплоченной и действенной и способствует эффективному отстаиванию интересов работников. Субтитры создавал DimaTorzok 16 октября 2016 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok